МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Свою работу у Гомеля члены Межурадовой Беларусско-Казахстанской комиссии по гандлево-экономичным супрацовнествам начали со знакомства с новинками Гомсельмаша. Суместная вытворчасть сельгазтехники – одно из ключевых питаний у парадку дня сустречи. Отповедный опыт уже есть. У Казахстане действующая суместная вытворчасть Аграмаш Холдинг. В минулом году компания выпустила свыше 200 комбайнов. Все лето плануется повеличить могутности до 500 одинок техники. Кроме того, зараз рыхтуется масштабный беларуско-казахстанский проект – створение суместного индустриально-техничного парка в городе Кокшетау. И он будет выпускать сельско-господарчую и коммунальную технику. И тут для гомельского вытворца сельгазмашин открываются новые перспективы. Мы видим потенциал больше в Казахстане и значительно больше. Сегодня наша доля продаж, она хотя и растет каждый год, но еще только превысила 40%. Но у нас есть достаточно много сегодня возможностей по увеличению продаж в Казахстане. У целом, подчас поседжения Межурадовой беларуско-казахстанской комиссии по гандлево-экономичным суппорцовництве, баки обмерковали больше, как 20 испытаний. Спектр довольно широкий – транспорт и логистика, проектование и будовництво, космичная и энергетичная сферы и многое иншее. Важное место – две лет теми супрацовництва у сельской господарцы. Казахстан, як и Беларусь – аграрная держава. Тому в этой галине для партнера открывается широкое поле для суместной дейности. В свое время в Казахстане наши южные регионы в больших объемах выращивали сахарное свекло в Талматинской и Жамбулской области. К сожалению, в последние годы мы эту культуру начали терять. Если мы начнем в больших объемах, восстановим даже тот объем, который был раньше в советское время у нас в Казахстане, то у нас появятся потребности именно в сирхозтехнике, которая будет участвовать в уборке сахарного свекла. Выником белорусско-казахстанской встречи стало подписание программы супрацовництва у галине физической культуры и спорта помеж министерствами двух краин. Досягнуты и попередние домовленности по некоторых важных питаниях. У тем лику по дорожной карте развития двухбокового супрацовництва на 2017-2018 годы. Хотелось бы благодарить казахстанскую сторону за очень конструктивный диалог, потому что разговор был такой очень конкретный, я бы сказал, очень дружественный, что подтверждает тот уровень наших двусторонних и торгово-экономических, и политических взаимодействий. Конечно, благодаря нашим людям, я думаю, мы и дальше будем достаточно тесно и конструктивно сотрудничать. Наступное посаджение комиссии отбудется в 2017 году в Казахстане. Настасия Кучинская, Сергей Нігеревич, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У Гомельской области новая хваля цікавості да агротуризму. У связи с этим мясовые улады активно пропагандуют таки вид бизнесу и обещают поддержку всем, кто собирается открыть свою садзібу. Сустречи представников улады, банковской сферы, бизнесменов и всех, кто цікавится развити агротуризму, проходят в каждом районе Гомельщины. Сегодня посаджение координационного совета по этой теме отбылось в Гомельском районе. Как лечить в управлении спорта и туризма Аблу и Конкама, зараз агротуристичный рынок в области маеве – великий потенциал. За минулый год у агросадзибах региона отпачили 27 тысяч человек. Прикладнополова з них – туристы с замяжи. И есть подставы различовать, что эти лечбы будут повеличиваться. Тем более, что регистрация агросадзибы зараз довольно простая процедура. И при ее открытии можно различовать на финансовую поддержку державы. Сегодня государство активно помогает для открытия этого бизнеса. Это и субсидии, которые управление по труду, занятости, социальной защите выдают людям, желающим начинать этим заниматься. А также кредиты Белогрогромбанка на довольно-таки низкую процентную ставку – 5% годовых. Больше подробный материал про умовы и перспективы ведения агротуристического бизнеса на Гомельщине глядите в нашем вечернем выпуске. Субботние телефонные линии мясовых органов улады протягивают свою работу. Завтра же хары региона смогут звернуться с пытаньями до первого наместника старшини Гомельского Аблы Канкама Александра Викторовича Миколуцкого. Звонки принимаются по номеру телефона у Гомели 75 12 37. С 9 годин ранецы и до 12. В этот час на пытанье Гомельчан откажен наместник старшини Гарвы Канкама Сергей Яугенович Андреев. Номер телефона 75 63 33. Темпы уборки зерневых культур у Гомельской области селята высшейше, чем у минулым годы. Господарки региона убрали уже треть площадь. До речи, наша область зараз являются лидером в Украине. Намолочена свыше 300 тысяч тонн сбожья нового ураджаю. Их это на дадзины момента маль половы, а до сего республиканских и караваю. Сирот районов в области найбольшь худкими темпами уборка едзе у Речицким районе, где работы выкананы большим на полове площав. У Хойницким и Мазырским районах пересягнули отзнаку 40%. Даречи, на рахунку аграры у Речицкого района зараз одразу некальки досягненне. Тут отрымали найбольши намолот, а маль 50 тысяч тонн сбожья. И тут же, отзначена самая великая ураджайность. Больше, как 35 центнерус гектара, при середней каля 30. 25-го липеня у Беларуси будет значаться День пожарной службы. История этой структуры в нашем регионе наличевая амаль 120 годов. Даречи, в эти дни у Гомеля идет подрихтовка до святочных мероприемств. Головная из них, областного масштабу, отбудется в эту суботу. 23-го липеня на пляцовце каля лядувого палаца. Пройдя показ пожарной аварийно-воротовальной техники. Так само у программе выступления у звода гоноровой варты Гомельского инженерного института МНС и выротовальника у пожарных с выкористанием специального озброения. Побач разместятся дитячие гульнявые пляцовки и фото выставы. Гастей мероприемства так само чекает святочный концерт. В управленчей установе открытого типу номер 21 у Мазиры распочал работу первый в Украине Центр волонтерских инициатив. Тут плануется организовать профессийное навучание для осудженных, которые в дальнейшем смогут не только выкористать отриманные веды на практице, но и передавать их иншим. Под обязанностью в материале корреспондента у телеканала Мазир. Криминальное минулое, скетичное умовы, тяперешнего жития и суровый амальтуребный побуд. Проявить реальная добрая якость для осудженных у таких обставинах складана, а ле хто хоча, то и шукаем махчымасть. У стенах в управленчей установе открытого типу номер 21 открылся первый в Украине Центр волонтерских инициатив. Мы будем оказывать помощь в бытовых условиях ветеранам, малоимущим нашим жителям города Мозиря и района. Удельниками эдукационного проекта станут 60 человек. Для их это не только шанс стать на шлях в управлення, а ле и махчымасть хучей пройти социальную адаптацию пасля выхода на волю. У гэтым допомогут курсы по графице и менеджменте. Мы направляем на эти культурно-массовые мероприятия и охоту у осужденных выявляем таким образом. И им это интересно. Есть, конечно, осужденные пассивные, которые не хотят нигде принимать участие, но мы пытаемся как-то их направить на путь истинный. Осужденные, которые сами пришли на учение у специалистов, смогут передать свой опыт иншим. Важный принцип волонтерского центра – ровно научая ровного. Инициаторы проекта выполнены. Махчимость для добрыни знайдется усюда, где есть человек. Важно только зрозуметь, на сколько имеют потребу, да помозят те, кому пошансовало меньше. Волонтерское движение в наших условиях, оно скорее даже как необходимость, потому что дает возможность осужденным все-таки расширять свой кругозор, как-то немножко реализовать себя. Также это людей, скажем так, на какие-то позитивные веяния направляет. Перерезанная червона стушка для диаре, як символ поспехового старту. Напереде у первых студентов 8 месяцев кропотливой працы. На таки термин различены научальные программы. Именно витазагэты час гэты и люди махчимо зрозумеют, кожны можа быть по соправному каштону для иншага, не глядяши ни на які житёвые обставины. Катярина Юрченко, Светлана Грудько, Валентин Бойко. Телеканал «Мазыр» специально для телерадио компании «Гомель». На выходных у регионе потеплее. Як поведомили областным гидрометцентры, у ноч на субботу месяцами, а у день на большей части территории в области пройдут короткочасовые дожды. У особных районах на вольнице. Ветер полночный 4-9 при на вольницах порывы до 14 метров за секунду. Температура по ветру складе от 10 до 15 градусов у ночи. И от 22 до 27 у день. У наступные сутки чекается повышение температур на гафону. Будет до 18 градусов у ночи и до 29 у день. Могчимые опадки. На хэтым выпуск завершенный. У студы працывала Наталья Игнатенко. Мы сочем с развитием падзею «Гомелей» в области. Заставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова